Кайма большие волны. Вот схема этой каймы. Рапорт в данном случае 7 петель. Для того, чтобы показать на 2 рапортах, я набрала цепочку из воздушных петель и в первом ряду связала 15 столбиков без накида. Это 2 рапорта и 1 петля для асимметрии узора. Воздушная петля. Пропущу 1 столбик без накида. Теперь, вот тут непонятно на схеме, что это такое, но это 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А теперь нужно связать на следующих 2 столбиках по столбику с 3 накидами, но эти столбики будут с общей вершиной. Провязываем все накиды, петельку оставляем. 3 накида делаем на следующем столбике. Также провязываем все накиды. Теперь провязываем все 3 петли вместе. Воздушная петля и на втором столбике с 3 накидами вяжем столбик без накида, полустолбик с накидом, 2 столбика с 1 накидом, 1 и 2, и столбик с 2 накидами. Это все мы вяжем на втором столбике с 3 накидами. Теперь пропускаем 1, 2, 3 столбика и на четвертом делаем столбик без накида, и на следующем столбике тоже столбик без накида. И повторяем этот раппорт. 6 воздушных петель, 4, 5, 6, 2 столбика с 3 накидами с общей вершиной. Все 3 петли провязываем вместе. Воздушная петля на втором столбике с 3 накидами. Столбик без накида, полустолбик с накидом, 2 столбика с 1 накидом, и столбик с 2 накидами. Пропускаем 3 столбика, 1, 2, 3, на четвертом столбик без накида. Вот такие вот волны получаются. А теперь мы их обвязываем. Делаем воздушную петлю, поворачиваемся, и вяжем столбики без накида, вот на каждом столбике. Поднимаясь вверх. А когда дошли до верха, мы начинаем обвязывать вот и столбик с 3 накидами, и цепочку из воздушных петель. То есть здесь у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, еще 9 столбиков. Но, в общем-то, можно, так сказать, их лучше, конечно, считать. Вот еще 9 столбиков я свяжу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Видите, чтобы вот обвязка была такая плотная. Вот такая обвязочка. И дальше следующий столбик вяжу вот на 1 столбик без накида пропускаю, на следующий, также столбик без накида, и начинаю обвязывать второй раппорт. Точно так же. Давайте посмотрим, как это выглядит, когда связано побольше. Вот такая вот обвязочка у меня получилась. Она практически одинаковая с двух сторон. Может быть, по лицу смотрится посимпатичней. Если вот она будет, допустим, снизу. Вот такие вот интересные, не знаю, как это назвать, волны или окошечки. В общем-то, довольно такая крупная каемочка. Ну, интересная. Очень необычная. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые уроки. У меня еще много разных вязательных идей и хитростей. У нас с вами много интересных, неразобранных узоров и сложных схем. Не пропустите все это. Удачи вам и легких петелек.